Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско провёл личный приём граждан в Люберцах. Встреча с жителями городского округа прошла в местном отделении партии «Единая Россия». Большинство обращений, поступивших к депутату Московской областной думы, было связано со здравоохранением и социальной защитой. К примеру, жительница посёлка Томилина обратилась к Дмитрию Дениско с просьбой оказать материальную помощь. У женщины сын инвалид и пожилая мать, прикованная к постели. Однако все необходимые лекарства и средства реабилитации приходится покупать за собственные деньги. Депутат Мособлдумы пообещал проработать эту тему с Управлением социальной защиты населения. Стоит отметить, что вопросы, связанные с предоставлением лекарств льготной категории граждан, возникли у многих. Анатолий Богданов – инвалид первой группы. Для того, чтобы найти лекарства, которые ему выписывают по бесплатному рецепту, приходится обходить несколько аптек. Но поиски мужчины не всегда оказываются успешны. «Приходится покупать за свой счёт. Понимаете? А пенсия не такая уж и большая. Ну вот они добавили сейчас 15 тысяч. Ну там ещё добавили за квартиру, там как бы льгота пошла и всё такое. А лекарства стоят 9,5-7,5 тысяч. К сожалению, периодически пробуксовывает выдача обязательных положенных лекарств. Поэтому люди обращаются и в этом плане ищут справедливости. И, конечно, мы каждый этот случай разберём и, я думаю, решим. Потому что опыт такой есть и ресурсы определённые есть». Всего на приём к народному избраннику пришли 10 человек. На встрече также прозвучали вопросы, связанные с предоставлением жилого помещения многодетной семье, помощью в трудоустройстве, а также содействием в работе благотворительного фонда. Луиза Игязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.